Первый не комом, так можно сказать, а первом инвестиционно-промышленном форуме, который открылся во Владивостоке. В нем приняли участие предприниматели и представители органов власти России, Китая, Вьетнама и Белоруссии. Познакомить местных производителей и потенциальных инвесторов – это стало одной из целей мероприятий. Приморье открыто для инвестиций. Мы перспективная территория России для внешнеэкономической деятельности с Китаем и другими странами Азиатско-Тикянского региона. В контексте поворота на восток перестраиваются пути поставок, меняется внешняя торговля, транспортная и логистическая сфера становятся ключевыми отраслями экономики. Наш регион активно развивается, строятся новые производства, порты, инфраструктура. На территории, занимающей всего 2,7% общей площади Дальневосточного федерального округа, Приморье генерирует более 20% олового регионального продукта макрорегиона. В текущем году мы обновили рекорд по привлечению инвестиций в регион, которые выросли за 9 месяцев на 9% до 240 миллиардов рублей. Планируем, что к концу года эта цифра достигнет 350 миллиардов рублей. Рядом с залом, где проходило торжественное открытие форума, развернулась настоящая выставка народного хозяйства. Здесь представили то, что производят в Приморье. Все желающие смогли рассмотреть, потрогать, а в некоторых местах и попробовать предложенное на вкус. Александр Кричуняк из Владивостока знает все о колбасе, потому что сам ее делает много лет. Мое производство штучное, поэтому это региональный продукт, тот, который именно не стыдно показать и за границей, и везде. Потому что в Японии даже существует, допустим, региональный продукт, который не делается нигде больше. И эта продукция нигде больше не делается. Это все мои рецепты, все мои технологические карты мной написаны на основе именно опыта, который приобрели в советское время колбасники, немецкие колбасники. А с мясом, с диким, по-другому немножко работать можно. Пообщался с предпринимателями и тщательно изучил ассортимент и Олег Кожемяка. Мы даже сами, может быть, не рассчитывали на такой большой интерес, связанный с тем, что все-таки это первый форум, его нужно раскачивать, его нужно там рекламировать. Ну, здесь более 200 китайских представителей приехали из провинции Зелинь, из Даляня, приехали из Харунцзяна. Вот, генеральный консул. Здесь очень многие китайские компании, кто желает заключить контракт, кто желает просто посмотреть на тот инвестиционный потенциал, который есть в Приморском крае. Мы уже порядка 80 делегаций с момента открытия после пандемии Китая приняли. Это говорит о повышенном интересе со стороны китайских инвесторов. Мы это видим и по росту внешнеторгового оборота. Он в этом году достигнет 14 миллиардов. Из них 10 миллиардов будет это взаимоотношение торговое с Китайской Народной Республикой. Но здесь представители Вьетнама, Индии, Республики Беларусь. Поэтому мне кажется, что форум состоялся. На прощание Олег Николаевич пообещал, что инвестиционно-промышленный форум Приморского края станет хорошей ежегодной традицией. Олег Завьелов, Наталья Фадеева, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.